С улыбки на лицах, горящих глаз, лёгкой тренировки и знакомства с темой той или иной встречи так начинается каждое мероприятие социально-гуманитарного проекта «Культура без границ», который работает на базе Дворца культуры Солигорска. Его задача – содействие полной интеграции людей с ограниченными возможностями в социум, открывая им возможности для самореализации и создавая условия для социальной реабилитации через творчество. Каждое наше мероприятие – это знакомство людей с ограниченными возможностями, с какими-то видами искусства. Вот первый раз мы знакомились с вокальным искусством, смотрели, как работают вокалисты Дворца культуры. Были в студии звукозаписи, где ребята могли попробовать записать что-то, то, что они могут спеть. Они одевали наушники, они пели в микрофон, их записывали, потом они прослушивали то, что у них получилось. Студии вокальные, они распевались, то есть с ним работал наш вокалист. Ну, ребята получили массу положительных эмоций. Потом мы немножко с ними поиграли, даже были в театральном зале. В этот раз организаторы проекта сделали акцент на искусстве танца. Как и полагает, вначале теория. Ребятам с ограниченными возможностями рассказали о философии и истории этого вида искусства, а потом практика, знакомство с работой хореографических коллективов и занятия с командой профессиональных танцоров. Огромное спасибо за такой проект, что нас и наших ребят с ограниченными возможностями не забывают. Что есть возможность тереть границы. И, конечно же, искусство, как и вокальное, так и танцевальное снимает все границы. Замечательный преподавательный, замечательный проект, потому что ребята с большим восторгом, с блеском в глазах, с улыбками. А нам больше не надо. Выстроившись в несколько рядов перед огромным зеркалом, ребята повторяют движения за тренером. Сначала без музыки, а потом и со звуковым сопровождением. К делу относятся серьёзно. Ведь такие занятия не только делают физически крепче и выносливее, но и помогают социализироваться. Шагаем в сторону с правой ножки и правая, левая, правая, пятая. Они не просто танцуют, они преображаются, получая удовольствие от каждого движения. А через несколько повторений связанные движения рук, ног и всего тела на глазах превращаются в настоящий танец. Очень понравилось у нас танцевать. Здраво! Красно! Спасибо, красно! К слову, ребята с ограниченными возможностями не только научились на занятиях чему-то новому, но и продемонстрировали воспитанникам хореографических коллективов Дворца культуры свои танцевальные возможности, закружившись в вихре вальса. Подобные тренинги социально-гуманитарного проекта «Культура без границ» будут проводиться периодически. Формат встреч будет меняться каждый месяц. В следующий раз ребят ждёт знакомство с миром инструментальной музыки.